Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами 7xZeroTool, и сегодня мы будем смотреть внутриклановую лигу 2017 года. У нас играет 7x Ньюби, он же 7x Коля против 7x Липтона. Наконец-то Липтон вступил в бой под самый конец второй недели. Видимо, хочет оперативно отыграть все свои несыгранные матчи за все время в поведении ВК-Л. Ну, посмотрим. У нас карта Долина Кактусов, с певого появляется розовый протос 7x Липтон, справа появляется красный террин 7x Коля. И игра обещает быть очень интересной, потому что игроки, в принципе, находятся сейчас в лидирующих позициях, но напомню, что в плей-офф выходит только 4 игрока. Остальные занимают почетное место чуть ниже. Оба игрока пока открываются стандартно. Суть, кстати, по последним результатам ВК-Л, я даже, в принципе, не рискну предположить, кто из игроков окажется сильнее. Липтон или Ньюби. Липтона я очень давно не видел. То как-то все до него, то его не было, то у него было днюх, он был и на активе, то на кланвар до него просто не доходило учить, потому что он всегда ушел четвертым сетом. Ну вот, а на ВК-Л получалось так, что он играл крайне... не играл крайне немного, а точнее, не играл вообще. Еще пока ни одной игры у него не сыграно. Оба игрока не угадывают с разведкой, находясь на ближних респаунах, идут в быстрой локации. Чпоти, чмоти. Рискальт за пробкой? Да, рипер. Уже сразу. После разведки. Двух из бофф, он вдруг поедет в боевом направлении. Тут у нас готовится первый ФД, мазеркор еще только в заказе, и рипер имеет возможность подхарасить, как минимум. Одну пробочку. Если придет, то, может быть, и больше. Давайте, 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 давайте смотреть. Да, нападают пробку, не дают. Не дают скрестить раба, и в итоге... Рипер уходит, не словно, нахлебавши. Выходит первый адетт, который, естественно, сам очень быстро выгоняет. Разведочный рипер, быстро, батик сыграет. Липтон. Достаточно сейфовый ход против минок, который как раз-таки у Ньюби сейчас делается. Видимо, будет дропмин. Здесь... Стоит нам 31, протоц, естественно, чуть впереди, и просто вот так вот на халяву мимо Майка проезжает пробка, не поднялся в Аплайд Ньюби, и в итоге Липтон просто, просто все видит сейчас. Что происходит у Терпона, он забивает на свою пробку, и... Понимаю, да, что нужно здесь готовиться к дропу мин. Делается Ап-сервер, по-постому, ставится онлайн. Ну, слык, делается блинг. Не частый нынче гость. От протоцов, и почитаю все, если делают апгрейд на клешню для адептов. Добавляется гиды, бустится блинг, здесь готовится дроп, я так понимаю, пехоты с минками. Одна минка есть, возможно, заходов там каких-нибудь адептов. Добавляется баракер, а рак вот, кстати, не ждет абсолютно сейчас, Ньюби. Да, он же делал Ап-сервер. Какой стардейт? Там, может быть, если руб уже достроился. Ждет он дропа сейчас от протоца, я так понимаю. Судя по вот такому закупке минок, сам, видимо, дропать пока не собирается, неужели? Блин, у него где-то медивак уже полетел. Не вижу я медивак, кстати, а вот медивак. Есть пехота. Еще пара майков полетели. Нет. Значит, видимо, если тут не будет дропа, будет выходить по земле. Теран. Делается первый модл, да, делается практически блинг, очень долгий апгрейд, кстати, по сравнению с тем же глингом на адептов и третий Нексус. Ага, второго медивака дожидается сейчас в Ньюбе. Теперь, когда раскапывает еще ниндль пропасть, то есть боится он сейчас, собственно, ну, то есть боится он сейчас дропа со стороны самого протаса, соответственно, через роба открывался. Вот, мне вполне вероятно, что там Бризма. Он где-нибудь куда-нибудь сейчас залетит в двор метадетов и будет все прямо ай-яй-яй. Посмотрите, быстро гастов сейчас играет в Ньюбе. Вот это интересно, не видел, я как гостятня там построилась. То есть будет он выходить с пехотой и с гастами. Достаточно интересный билдер на пятой минуте, как бы, три гаста в продакшене. Очень интересная тема, минус сразу все щиты, то есть буквально там по половине хп сразу снимается всем варшеским юнитам. А если, допустим, еще и в коры попадет, ЕМП-шка, то это минус все фото на верчаже, и это очень серьезный минус в бароне для протаса будет. Вопрос, стоп, если будет ли делаться инвиз гастам, инвиз гастам не заказывается, то есть будет надеяться на то, что удачно как-нибудь там накинет на мамакор, наверное. Это ЕМП, ну вообще-то хороший тем. Я бы даже, может, рекомендовал где-то на вооружение. Липтон тем временем пустит свою третью локацию. Делается переход в Роботикс. Робобы, точнее. После, что будет это Морталли, будто это колосс, не разведает, видишь, что здесь, да, много имморталов, сталкера с эндрит, то есть пока. Никакой технологии нет, да, заказывает еще кучу гастов. Прячет, кстати, этих гастов он сейчас на базе, окруженную плотным кольцом минок и турелек, чтобы ни одна иллюзия не пролетела. Кстати, иллюзия не подрывает мину. По-моему, вполне подрывает. И вот сейчас иллюзии свои разведает, видит гастов. О-па-па. Думаете, сейчас Липтон что-то здесь явно интересное. И заказывает первую клапку. Первую шаруку заказывает. Протас, и Ньюби выходит в атаку, сейчас у него лимита больше боевого, именно за счет того, что перестроил, сейчас Рабов немного липнет. Но он, естественно, раскачивал третью локацию, зато у него сейчас третья локация выкачет. Раскачет очень хорошо, если он Ньюби, допустим, сходит в атаку неудачно, то не очень все будет для него радужно. Минус абсервер. Был, практически был. Отличный залп в косту, кстати, сейчас. Выходится, если шара, Ньюби, потом по тусу прошло, минус все шилды, но... По-моему, тут как-то маловато приходил. Маловато ДПС получилось. Прикольно, кстати, бы было, если кемпичка к стратуру бы разъезжала. Вообще, наверное, чит. Еще тот. Да, отходит термин сейчас. Еще гасты подходят, еще подходят немного перхота, но... Драться тут как-то совсем не айс. Я даже не был, как так получилось, что Ньюби так посливался весь. Вроде как и импишки вошли, и все, но... Чего-то у него там не хватило. Третий сейчас у него бы вылетает, ставится. Ну, то с третей, но он расскажет, и начинает запять Ньюби фронт. Ой, какой залп! Какой залп от Дистрактора! Господи, да боже мой. Просто минус практически термин. С одного он залпа шара, это... Это Кобзец, конечно. Минус Драгущий Гасте. Минус еще несколько медиваксов на блестниках. Кобзец просто сейчас ставит четвертую базу. Вставание Ньюби сейчас просто в половину инкама было в момент, когда приземлились молы. Ну, и по армии с Аплайо тоже сейчас уже минус. Достаточно приличное количество, плюс еще есть шары, которые... Сдают, как-то... Здорово! О, опять армии входят! Господи, какой взрыв! Распрывает за фронт всю сердистратуру до момента взрыва. Ньюби. Сейчас становится 1-0 в пользу Липтона. Начинается у нас старая игра. Липтон против Коли. У нас ПВТ. На карте терминал Паладина. Счет у нас 1-0 в пользу Липтона. Поехали. Счет у нас 1-0 в пользу Липтона. Достаточно близкие здесь респауны, я так понимаю, на этой карте. Достаточно близкие здесь респауны, я так понимаю, на этой карте. До-сан, вот. Эта карта называлась, которая тоже был такой узкий проход и близкие-близкие респауны. Всякая усовершенствовая версия До-сана, по-моему. Второй газ здесь добывает Ньюби. Пробка уезжает. Что она успела видеть? Стандарт она успела видеть и Липтон ставит Нексус достаточно ранее. Не опасается, не боится ничего. Или Ньюби этот Нексус видит сейчас? Ну, просто он хотел, думаю я уже, что Ньюби тоже сыграет какую-то однобазовую тему, как он любит против зергов. Отыгрывать. Нет, здесь немножко решается, коваться через СС-шку. Выходит Риппер, опять был Мазеркора. Минус Рад. На сей раз и уходит. Разлетка, да, видишь, что Нексус не фейковый. Разводит Мазеркор на оверчарж. Ну и на этом, в общем-то, все. Строится СС-шка, добавляется второй барак. Делается Факта. У Протуса опять Роботикс. Ну и все, очень похоже на предыдущую партию. Упередка. Минус свипер. Ну да, Нинводит практически отыгрывает Билдортера, сейчас оба игрока. Опять Минками окружает себя Ньюби. Опять Блинк играет Литтон. Ну, на этот раз пораньше решил строить танкер. То есть, Гасты не зашли. Пошли танкер продакшеним. Литтон делает призму на сей раз. И будет, видимо, пытаться, может быть, подхарасить на Блинкетт. Играть чуть более агрессивно, чем предыдущий матч. Как-то преимущество в одну очку он дает. Ему такую вольность позволит себе. Да и карта располагает достаточно на близко. И здесь куча рамс, которых можно поблинкаться. И на которые можно поблинкаться. Об сервер есть, призма есть. Пошли сталкера в атаку. Чек на третью базу. Наверное, нет. Подраспендирил халявную минку. Можно еще медилак попробовать, может быть, забрать. Очень удачная позиция для пехоты здесь. О, блин, как-то маловато пехотки здесь. На танке была надежда у Ньюби, которые стоят во лбу. Хотя, блин, с Саутером тут не особо помогут. 1600 больше потерял Липнин сейчас на этом всем харасе. При равном количестве рабов. По танке он сейчас, ой-ой-ой, как неудачно он, конечно, блинканулся. Там еще второй танк был на хайграунде, по видимости. Думал, что там всего один танк. Нет, танков здесь оказалось немного больше. И в итоге все сталкера, просто получив плюх. Он ходит назад, но он видит, что пехота у Ньюби тоже как-то не особо много. Но все потому, что только сейчас у него достраивается барак. Он баракит, три барака с лапами, просто продакшн один с реакторами. Снова упор на бородер. Сейчас делает, разводится с двух сторон. Сейчас Липтон. Сверху варкается. Однажды этот из призма. Снизу пошли сталкера, но тут... Да, тут есть танки, тут есть достаточно пехоты. В принципе, удовольствие лишь тех, что забрал трех рабочих сейчас. Сорок шесть, по-моему, был, ну или чуть больше. Третий Нексус тем временем он. Липтона встал, грейды. Пошел первый грейд. Делается здесь уже на пехоту, есть плюс один на атаку. Делается плюс один на армор, плюс еще делается атака на мех. Третий Ньюби пока не думает, обороняется он от этих плитковных стаутеров, но здесь уже, в общем-то, атака себя иссякла. Третий поставил Липтона и будет сейчас строить рабочих, я понимаю, добавляя имморталов против нас, мародеров. Адептов в качестве мяса для этих самых имморталов. В качестве щита и попытка развести призму туда-сюда. Успешный достаточный залет, недвиженные турели. И от этого начинает настругивать рабочих опять. Ой-ой-ой, почти всю нычку сейчас выкосили. Десять рабочих, например, забрал Липтон здесь за эту дробь. Ньюби тем временем вышел в лобешник здесь с танками. Начинается. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, залпы просто в кучу протасов. Все отдаются, все сталкеры отдаются. Да, депты живы, имморталов в принципе тоже живы, но... Блин, какое количество лимита здесь, конечно, сейчас потерял. Липтон варпает трех адептов наверху, ему нужно во лбу еще чем-то отбиваться. Ну, только Ньюби не надо через такую, если проход лезть здесь. Хотя он хорошо выходит сейчас, забирает раз и мортал, забирает два и мортала. Танкеры сдают сзади. Ну, по-моему, это ГГ Липтон, это 1-1. Да. Сейчас становится 1-1. Третий сет у нас начинается, сейчас решающий в битве протасов против тиранов. 7x Липтон против 7x Коли. Карта у нас глубоко водный риф, счет 1-1. Напомню для всех, что это у нас внутриклановая лига 2017 года. Пока еще только групповая стадия, но уже было сыграно куча интересных матчей. В частности, наверное, я не жалею, что не записал. В частности, Джудикейтера против Контрола, где неожиданно достаточно для меня выиграл протас. В частности, Кренделя против Контрола, то есть матч, так сказать, двух фаворитов. Нашей. Видите, в нынешней. Закончился он. Победы Контрола со счетом 2-0. Вот, и я жалею, конечно, что эти матчи не записал. Не получилось, был я на работе. Игроков там я не стал заставлять там играть именно под запись, чтобы не получилось так, что сегодня не хотели сыграть. Ну, чем там анговорили, а потом у них просто не получилось сыграть или что-нибудь вроде этого. Ладно, друг-друга разведывает играть. Увидел Нексус, сейчас не юбе, возвращается назад, не стал ехать на мейн. Липтон, в свою очередь, уже сейчас проехал на мейн. Посмотрел, что там всего лишь один газ был. Не видел быстрые факты. И понимаю, что здесь, скорее всего, будет стандартная ЦЦшка. С того же самого, примерно, открытия начинают оба игрока. Они, ребятки, начинают через барак с рипером. Ставят реактор, здесь ЦЦ. Липтон, скорее всего, тоже открытся через роботикс или все-таки что-то новое он придумает в этом? В этой партии первый делается адепт, делается мазеркор как раз к приходу рипера. По тем же таймингам рипер приходит, чуть-чуть позе, наверное. Но все равно может. Вполне бы пытаться кого-то где-то отжать, да, вот. Кидай к себе пробку, минус одна пробка. Уходит ловко, вообще, таким легким движением. С джетпака откинутого оверчаржа. Больше оверчаржа нет, но зато есть мазеркор и есть адепт. И, в принципе... Липтон сейчас... Ньюби сейчас задача увидеть того, в какую технологию пошел протест. Видит он сейчас, да, то, что опять это роботикс. Ну и, в принципе, задача рипера на этом, в общем-то, выполнена. Не стал адепт его догонять через дроп тени свои. Ньюби ставит СЦ, ставит второй барак. Факта у него уже есть и делается Старпорт. То есть, в принципе, опять примерно то же самое развитие, что мы видели в предыдущих двух партиях от обоих игроков. Посмотрим, какие уже будут вариации в мидгейме здесь. Опять мины, опять плюс два барака. Мне кажется, либо... Ньюби, по-моему, чуть больше бараков добавляет. Нет, по-моему, все те же самые четыре барака у него получается. Опять выбрал путь через блинг сейчас, Липтон. Продолжение следует... Продолжение следует... А Ньюби, кстати, на серед истории поставил еще дополнительный байт с какой-то более агрессивного варианта от Протаса. Либо не понравилась ему предыдущая игра против Блинка, что, кстати, тоже не исключено, кстати, мина здесь. Дает поставить третью базу, да, вот сейчас убивается, и Ньюби видел остатками Вижена мина, не видел остановку третьей локации. Ну на этой карте Блинк Сталкера, мне кажется, играть совсем неудобно, здесь Блинк-то особо негде, здесь куча рамп, причем эти рампы двойные, узкие очень места. Вот здесь только одно место, где можно заблинкнуться на мейн. Вот, и Липтон выбирает у нас стиль Блинк Сталкера плюс Дистраптера. То есть вот такой вот появившийся в Лего Севзавод стиль. Да. Ну что, Дистраптеры себя очень хорошо показали в первой игре. То, ими как Ньюби сейчас строит танки. Которые себя, в свою очередь, показали хорошо в игре второй. Ну и вот, свои лучшие, так сказать, стратегии доставят из кармана оба игрока. И Ньюби выходит сейчас в атаку. 65 на 37 сейчас боевой лимит по рабочим. 44 на 49 есть. Мародеры, есть танки. Ну, есть камеок. Он достаточно сбалансированный сейчас состав. А здесь колоссы, кстати, дорогие друзья. Здесь колоссов выбирает. Сейчас Липтон. И вопрос, как он будет сейчас от этого пуша отбиваться на третью локацию. У него адепты, сталкеры. Ну, тут не так много всего. Но не так много всего сейчас у Ньюби. И всего лишь, там всего один танк, который сдавал страшно совершенно залпу в прошлой игре. Вот. Но сейчас таких залпов, наверное, не будет. Нету базеркора, нету оверчаржи. Без оверчаржи здесь Ньюби хорошо дерется. Котик войска протеза теряет свой танк. И вот приходит базеркор, кидает оверчаржи. Ну, в принципе. Размер, наверное, здесь все-таки в пользу терана был. Больше он убил по ресурсам, я так смотрю. Более дорогих юников протеза. Подзабрал немножко рабочих. По составу как-то против сталкеров с блинком. Там мародер у него неплохо здесь заходит. Пытается сейчас уж колосса подпокусить. Получается это. Теряет танк. Но колосс все-таки, по-моему, повыгоднее будет забрать. Да, и мародеры просто под стимпаком пытаются разобрать. Остатки сталкеров не получаются. Улетают в медиваках они. Продолжает пушить сейчас колес. Двух баз. Третий пока даже... А вот она закладывается. Третий, хотел бы сказать, даже не паркнет. Но нет, третий. Есть все у терана в порядке. Липплант. Сейчас достраивает своих рабочих на вторую базу. И не ожидает он, походу, того, что теран будет упорно эту третью базу пытаться сломать. Теряет сейчас сталкеры. Несколько штук на бародер со стимпаком. Кидается верчардж. И дает время для того, чтобы наварпать еще сталкеров. Да, все-таки неплохо, похоже, Ньюби научился контрить этот блинк. 1 на 1 у него есть апгрейд. Есть плюс 1 на атаку протаса. Но бародеры, конечно, под стимпаком, под сталкерами заходят просто на ура. Плюс еще танк, который дает неплохой бонусный дамаг по этим самым сталкерам. И с огромным свой рейнджем, конечно, позволяет в пехоте кайтить. Еще один эверчардж на Марина соразменивается. Здесь, по-моему, подходит Ньюби еще. Еще своим дотеканием подходят новые танки. Подбегает новая пехота. Нужно сейчас чем-то отбиваться. Чем-то отбиваться Липта. Но, наверное, шары бы здесь зашли все-таки получше, мне кажется, чем Колосс. Потому что Колоссов нужно предварительно еще скопить. Нужно сделать грейд на термальный луч, кстати, который уже есть. Место такое не очень удачно. Не особо здесь не разградешься. Ну, нужно Нью-Липта сейчас скопить, наверное, хотя бы штуки-три колоссов. Чтобы спокойно можно было как-то выжигать пехоту. Имя. И постараться не поддаваться. Но, блин, тут такой ручеек просто двухбазовый Ньюби дотекает. Дотекает и дотекает. И по лимиту сейчас Ньюби больше по-боевому. По обычному лимиту тоже его сейчас больше. Адепта разведывает, смотрит. Войско тут в основном из мародеров преимущественно составит. То есть Колосс сейчас получается не очень. Сталкерам получается сейчас бонусно дамажится. И есть адепты, которые могут щитовать. И правда не очень. Что у них это получается? Пошли сталкер куда-то там получать плюхи от танка. Прям 2-2, кстати, тем временем Грейда на пехоту в Ньюби. Проспал я тут дроп. Очередной раз. Да. Шатает туда-сюда Липтона. Наш Терен и в итоге тут не выдерживается. Атакует вперед. Сталкеры агрессивно плиткуются под танки прямо. Наверное, все-таки лучше бы это делали адепты. Не пробивает здесь Терена Липта. Ну, нужно ему отступить и потерять свою третью локацию на этом. Еще и Колосса всех отдает. Но это ГГН. Да. 2-1 становится счет. Побеждает Ньюби. Поздравляем, ребят. Поздравляем его с победой. Отличные игры. Продемонстрировали оба игрока. Все. Тогда ждем следующей игры.